Авиакомпании снизили цены на билеты на праздники после рекомендаций ФАС. Некоторые из них подорожали почти на 40%, в том числе перелеты на юг России и Северный Кавказ. Эта экономика главная. В студии Богдана Прихода подводим итоги этого дня. Большинство компаний с госучастием, в том числе СБЕР, можно приватизировать. Об этом заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24». По его мнению, для контроля над организацией государству достаточно 25%. Если правительство решит отдать в частную собственность такую же долю, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка. Также, по словам Грефа, приватизация нужна для повышения конкуренции и удовлетворения спроса. Вырученные деньги можно потратить на инвестиционные проекты, например, на строительство инфраструктуры. Как говорят некоторые экономисты, приватизация будет полезна для государства. Что это позволит сделать? Во-первых, действительно, снижение доли государства в экономике. И для государства получение дополнительных доходов в бюджет от продажи этих непрофильных, можно сказать, для государства активов. Вот, собственно говоря, главный плюс. Минусов здесь как таковых я не вижу, потому что государство зарекомендовало себя как собственник, который умеет оценивать правильно свои активы и с выгодой для себя их продавать. Это не будет приватизация, похожая на приватизацию 90-х. Не нужно в этом проводить параллели. Сейчас абсолютно другие подходы к оценке государственного имущества и тем более к его продаже. Напомню, накануне Минфин предложил приватизировать около 30 крупных компаний. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Список внесен на рассмотрение в правительство. О каких именно организациях идет речь, министр не уточнил. Но, по его словам, в России много предприятий, где доля государства близка к 100%. Минфин предлагает сократить ее, не теряя контрольный пакет. Частные инвесторы зачастую оказываются более эффективными собственниками, чем государство. В интервью России 24 Греф также сообщил, что акционерам банка стоит ожидать рекордных дивидендов. Он отметил, что за 11 месяцев 23-го Сбер заработал 1 трлн 380 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю организации. Банк планирует увеличивать прибыль из года в год. И Греф не ожидает ее падения ни в 2024, ни в 2025 году. После его слов, акции компании подорожали больше, чем на 2%. Передача автодилера «Рольф» Росимуществу никак не отразится на деятельности компании. Там сообщили, что холдинг сохраняет все обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. И добавили, компания сменила гендиректора. Им стал экс-сотрудник другого крупного автодилера «Авилон» Алексей Гуляев, сообщили РБК при службе «Рольфа». Светлана Виноградова, которая ранее занимала этот пост, стала его первым заместителем. Операционное управление по-прежнему останется под ее руководством. Сегодня Владимир Путин подписал указ о передаче акции «Рольфа» во временном управлении Росимущества. Основатель компании Сергей Петров в разговоре с РБК назвал такое решение правовым беспределом и выстрелом в ногу государству. По его мнению, это может подорвать доверие отечественных и азиатских инвесторов. Петров намерен проконсультироваться с юристами по поводу дальнейших действий. Рольф, один из крупнейших автодилеров России, в 2019 году против основателя компании возбудили дело о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Сейчас Петров находится за границей. Его объявили в международный розыск. Свою вину основатель холдинга не признает. А вот как решение о передаче прокомментировали в Кремле. Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации и с учетом также известной международной экономической конъюнктуры, которая сейчас вокруг нас. Ну, а российская компания, ну, как вы понимаете, там различные схемы владения, которые требуют вмешательства. В апреле Владимир Путин передал в Управление Гроссимущества два энергетических актива финской Фортум и немецкой Юнипер. А в июле то же самое произошло с долями иностранцев Балтики и дочерней структуре Данон. Россия незамедлительно проведет ответную конфискацию доступных западных активов, если Европа и США изымут средства Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Если Запад пойдет на такой шаг, Россия будет оспаривать его в суде. Песков также заявил, цитата, «Если у нас что-то будут конфисковывать, то мы будем смотреть, что можем конфисковать в ответ». В Кремле, к слову, считают, что тема изъятия очень опасна для мировой финансовой системы в целом. По данным New York Times, США решили представить стратегию по использованию замороженных российских активов ко второй годовщине начала СВО. Как пишет газета, Вашингтон начал срочные переговоры с партнерами по этому поводу. А вот по информации Financial Times, США и союзники хотят признать себя пострадавшей стороной, чтобы передать замороженные российские активы Киеву. В общей сложности после начала спецоперации было заблокировано примерно 300 миллиардов долларов резервов Центробанка. Российские власти называют это воровством. Джо Байден утвердил механизм отключения банков от финансовой системы США за помощь России. Согласно документу, министр финансов США получает полномочия накладывать санкции на организации, которые содействовали сделкам напрямую или косвенно укрепляющим военно-промышленный комплекс России. Ранее о том, что власть США могут отключить американские и европейские банки от финансовой системы Штатов, писал и Financial Times. Теперь нельзя будет проводить платежи, если они связаны с такими товарами, как полупроводники, станки, оптические системы и не только. Также новый указ президента США касается российской продукции, которая подвергалась изменениям за пределами страны, например, алмазы. К слову о санкциях. Швейцария присоединилась к 12-му пакету ограничений, который ранее ввел Евросоюз. Под эмбарго попали 86 юрлиц и 61 физическое лицо. В число новых физических лиц, попавших под санкции, в частности, входят военнослужащие белорусских вооруженных сил, руководители военно-промышленных компаний и члены Центральной избирательной комиссии России. Недавно попавшие под санкции компании и организации в основном принадлежат российским оборонным предприятиям. К остальным мерам Швейцария пока не присоединилась, но заявила, что сделает это в ближайшее время. Напомню, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций 18 декабря. Главным нововведением стали ограничения против российской алмазной отрасли. Плюс эмбарго затронет изделия из железа, чугуна, медиа, алюминия и не только. У рынка спорттоваров непростое будущее. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike ожидает довольно слабый потребительский спрос в ближайшее время. Причины инфляции и нарастание макроэкономических сложностей, особенно это касается Китая, Европы и Ближнего Востока. «Бизнес Nike оказался под давлением из-за нестабильного спроса покупателей. Мы наблюдаем признаки более осторожного поведения потребителей по всему миру». Это цитата финансового директора. Компания также сообщила, что понизила прогноз по годовой выручке. Ожидается рост всего на 1%. А также там рассказали о намерении сократить расходы на 2 миллиарда долларов в течение трех лет. В том числе за счет повышения эффективности цепочки поставок и автоматизации части процессов. И вот после таких неутешительных данных акции Nike упали почти на 11%. А так как прогноз касается рынка в целом, то снизились котировки некоторых других производителей и ритейлеров спортивных товаров. Adidas и Puma на 5%, FoodLocker теряет 6%. Это были главные новости экономики. Я напоминаю, что у нас есть YouTube-канал РБК Инвестиции. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте и, конечно же, смотрите ТВ-эфир. И будьте в курсе экономических не только новостей. Редактор субтитров А.Семкин